Apple планирует ставить 90-герцовые дисплеи в свои новые гаджеты. Производство iPhone SE4 вот-вот начнется, и мы с вами о нем знаем буквально все. Также поговорим про iPhone 17 и даже немного про iPhone 18. Это подборка новостей из мира Apple, быстрая выжимка всего самого интересного. Но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, а также вступить в нашу группу в Telegram. Там новости выходят еще быстрее. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! Начнем с iPhone SE4. Мы с вами о нем знаем все. Дизайн, характеристики и даже ориентировочную цену. Перед вами сейчас краткая таблица со спецификациями смартфона. Можете поставить на паузу и ознакомиться, чтобы не повторяться. И как сообщает издание Техрадар, компания LG Inotec начнет массовое производство модулей камеры для iPhone SE4 уже в декабре этого года. Обычно они начинают производство за три месяца до анонса устройств. А это значит, что покажут iPhone SE4 уже в марте 2025 года. Со 7 дней рождения будет. А это уже совсем скоро. Эх, а вы тоже не понимаете, куда пролетел 2024 год, вот-вот уже и Новый год будет. Дела. Ну да ладно, помимо нового дизайна, флагманских характеристик и приятной цены, iPhone SE4 порадует пользователей всеми функциями Apple Intelligence и стабильными и долгими обновлениями iOS. Если инженер Samsung не подсмотрел что-то у Apple, то день прошел зря. Это, конечно, шутка, но порой то, как упорно Samsung пытается копировать Apple, вызывает уже даже не смех, а непонимание. Инсайдеры пару месяцев назад рассказывали о том, что в 2025 году компания Apple планирует вместо iPhone 17 Plus показать совершенно новый смартфон. iPhone 17 Air. Он будет тонкий, не флагманский, но при этом будет стоить дороже iPhone 17 Pro Max. И вот, как сообщает портал MacRumors, компания Samsung уже готовится к выпуску Galaxy S25 Slim. Причем спешка настолько большая, что, по слухам, сначала нам покажут в январе Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, а спустя несколько месяцев S25 Slim. Решение крайне странное, я вот до сих пор до конца не понимаю, зачем мне тонкий смартфон. Надеюсь, со временем подробностей станет больше, и мы с вами поймем, что к чему. Но Samsung молодцы, ведь выпустив S25 Slim, например, в мае, они могут смело говорить «мы первые», а вот Apple отстает. Переменная диафрагма – это то, с чем производители Android-смартфонов экспериментируют уже очень давно. Смартфоны с переменной диафрагмой, такие как Galaxy S9 и S10, позволяли автоматически менять диафрагму между значениями, например, f1.5 и f2.4, чтобы адаптировать съемку под разные условия освещения. Это улучшало качество фотографий, обеспечивая большую светосилу при низкой освещенности и более резкие изображения при ярком свете. И вот, как сообщает Минчи Куо, основным обновлением в iPhone 18 станет модернизация широкоугольного объектива камеры. Они будут иметь переменную диафрагму, что значительно улучшит пользовательский опыт, пишет Куо. Причем удивительно, что Samsung в конечном счете приняла решение отказаться от этой технологии, а вот в Купертино считают это направление перспективным. Ну и последняя на сегодня новость, скажу честно, для меня неожиданная. Apple планирует использовать 90-герцовые дисплеи в своих следующих устройствах. Как сообщает портал 9to5Mac, речь идет о следующем поколении iPad Air, 24-дюймовом iMac и дисплее Studio Display. Предполагается, что первым устройством с таким дисплеем станет именно iPad Air на базе чипа Apple M3. Эти планшеты покажут в первой половине 2025 года. Направление движения у Apple правильное, пусть и с задержкой в пару лет. Например, по информации Росса Янга, в следующем году все смартфоны серии iPhone 17 получат дисплеи Promotion с частотой обновления в 120 Гц. А как вы относитесь к тому, что Apple может начать использовать 90-герцовые дисплеи в своих гаджетах? Не кажется ли вам это полумерой? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. А в нашем телеграм-канале найдете самые свежие и актуальные новости. Вы были на канале Копипаста у микрофона Антон, до связи и хорошей недели.